Мирная Сегодня блюдо от шефа представляет Сергей Лазепник, шеф-повар нового заведения, которое называется Трюфель, его концепция фьюжн пивная, а открылось оно совсем недавно в торговом центре Арена Класс. Добрый день. Субтитры сделал DimaTorzok Программа торговую марку Тульчин, которая специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов только наивысшего качества. А теперь спросим у шефа, что предлагаете приготовить. Баффало билл. Телятина с овощами и соусом. Зрители знают, а Сергею напоминаю, что по условиям программы «Блюда от шефа» готовим мы только из тех продуктов, которые продаются на украинских рынках и супермаркетах. Что нужно купить? Телятину. Собственно говоря, вырезку. Самую молодую, что есть. Чимьянчика свежего чуть-чуть. Трюфель обыкновенный. Да. Можно даже его попытаться найти где-нибудь в Крыму. Это такой земляной гриб. Растет где-то на глубине 30 сантиметров. Ищут его собаки специально обученные или свиньи. В общем, потом расскажу. Так, дальше. Базиличка зеленого, свежего. Шампиньончики, помидор, перчик болгарский. Это только у нас его называют болгарским. Вообще он паприкой называется. Ну да. Цукини, баклажан, мясного бульончика сухого чуть-чуть. Для соусов нужно нам вино красное. Сухое. Сухое. Сливки растительные. Желательно до 30% жирности. Для маринада нужна соль, каперсы, чеснок, горчица. Ну что ж, начнем. С чего? Первое, что начнем с мариновки мяса. Выкладываем в более глубокую посуду. В более глубокую посуду. Берем наш тимьян. Ой, он так пахнет. Замечательно. Желательно брать свежий. Он дает наиболее насыщенный аромат. Затем подсаливаем с обеих сторон. Слегка. Главное, не перестараться. Затем чуть-чуть чесночка. Просто обмазать. А чье это блюдо, Сергей? Автор кто? Автор? Да. Я. Вот так. Лаконично, коротко. И я. Я автор. На основе бельгийской кухни. Ну, потому что фьюжн пивная Трюфель входит в довольно известную сеть, которая называется Пис Бой Клаб. И старшие братья Трюфеля это пивной ресторан Белвью, Лекос Мополит, Бекс Берло, Семь Самураев и ресторан Стена. Добавляем слегка оливкового масла, слегка подперчиваем и оставляем на 5-10 минут для маринада. Просто так в кухне, да, не в холодильнике? Нет. А в это время нарезаем овощи. Нарезаем овощи, наверное, нет никакого секрета в этом. Или есть баклажан? Ну, вот, да, для баклажана нужно отрезать его целиком. Так, хорошо. Частичками, вот так вот. Он не запекается? Он запекается, обжаривается. Нарезаем, срезаем. Не всю кожицу, а только вот такую полосочку. Так, чтобы он прожарился как сверху, так и снизу. Затем делаем легкие насечки. На оливковом масле обжариваем баклажан, а в это время нарезаем овощи для остального гарнира. Баклажан жарится, овощи нарезаются. Только баклажан жарит плита, а овощи нарезает шеф-повар, да? Как будет у нас выход блюда такой, грамм 400? Можно все порезать. Не жалко, правда? Да, блюдо будет симпатичным, объемным. Сейчас мы узнаем, уважаемые зрители, как готовится вид на грибной соус во фьюжн пивной трюфель. В разогретое масло ложим шампиньоны. Слегка их обжариваем. Потом доливаем вино. Налили красное сухое вино, сразу пошел такой запах спирта. Нужно подождать, чтобы он выпарился, улетучился, да? Однозначно. И добавляем чуть-чуть... Вот того самого сухого бульона. Бульончика. Вино выпариваем до половины объема и добавляем сливки. И со сливками еще выпариваем несколько минут. А что в итоге должно получиться? Соус должен быть кисловато-грибной и само мясо маринованное с солью, перцем и специями. То есть каждый ингредиент друг друга дополняет. Консистенция получается вязкая. Видно, грибной соус, судя по всему, готов, раз его отставили в сторону, в тепленькое место на плите. И собираемся делать следующий соус, да? Какой? Горчично-каперсовый. Для этого берем каперсы. Взяли. Слегка их обжариваем в сотейничке. Без масла или с маслом? Без масла. Без масла. Каперсы слегка обжариваем и добавляем сливки. Постоянно повешивая, продолжаем варить до... Выпариваем сливочки до половины... До половины объема. Должно уменьшиться содержимое этой кастрюльки. Уменьшилось. Затем добавляем горчицу. Смотрите, вот примерно так, да, Сережа? Да. Горчично-каперсовый соус отдыхает на плите рядом с виногрибным. А в это время мы раскалили сковородку и что? Добавляем оливковое масло и обжариваем нашу телятию. Если вдруг вы что-то не запомнили или не успели записать, не проблема. Подробный рецепт этого блюда вы найдете, как всегда, в еженедельном журнале «10 дней». Теперь мясо выкладываем на досочку и нарезаем. Для того, чтобы оно было сочным и с корочкой, мы его нарезаем. Потом обратно возвращаем на сковородочку, но уже вместе с овощами. Вот он, секрет от шефа. Баклажан, как губка, впитывает жир. И прежде чем его подать на стол, нужно этот жир удалить методом промакивания. Лишний жир уйдет в чудные салфетки. Действительно, немало. Мясо пора, по-моему, класть в сковородку, потому что уже идет такой дымок, значит, она раскалилась, да? Так, и сразу же овощи, да? Моментально. Масло не доливаем. Обратите внимание, уважаемые зрители, что вот этот процесс занимает минуты-полторы, не больше, потому что овощи должны быть слегка прихваченные, с легкой корочкой, но внутри хрустящие. Винно-грибной соус вот там внизу, а горчично-каперсовый наносится легкими штрихами сверху. Я думаю, что это все. Нет. А как же трюфеля? А, кстати, да. Это же фьюжн-пивная трюфель, и без трюфеля здесь не обходится ни одно блюдо. Конечно, по желанию гостей, но, в принципе, повар всегда готов достать из потаенного шкафчика черный гриб-трюфель. Покажите зрителям, как он выглядит. Хранится он обязательно в сухом рисе, потому что рис впитывает влагу ненужную. Покажите зрителям, как он выглядит. Щедрой рукой повар натер свежие трюфель. Я не буду уточнять, сколько стоит такое блюдо. На самом деле, трюфели продаются граммами, поэтому все зависит от желания гостя. Но если наши уважаемые зрители приготовят блюда по рецепту Сергея Лазепника, шеф-повара фьюжн-пивной трюфель, даже без этого черного гриба, который еще называют черным бриллиантом, душистым золотом, даже Пушкин его называл роскошь юных лет, то все равно будет вкусно. Пришло время облагодарить повара за участие в программе и вручать подарки от наших спонсоров торговой марки «Мерная». «Мерная» – лучшее в наше время. И торговой марки «Тульчин», которая специализируется на выпуске колбас и мясопродуктов только наивысшего качества. Сергей, я надеюсь, вы оцените именно качество и высокие технологии этого мясокомбината. Мясокомбината вам очень понравится, гарантирую. А еще всем напоминаю, что на горно-лыжном курорте «Буковель» продолжается высокий сезон. Это было блюдо от шефа. Сегодня его представлял Сергей Лазепник, шеф-повар фьюжн-пивной трюфель. Удачи и приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!